Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналым. С дочкой на руках осталась на улице Бермет. Ее выгнали из дома с сестром мужа после смерти свекрови. Супруг ее украл, когда ей только исполнилось 17. Соответственно, у женщины нет и документа об окончании средней школы. Сегодня она зарабатывает на хлеб, работая уборщицей, а дочку пока оставила у своих родителей. Так как брак не был зарегистрирован, муж отказался выплачивать алименты. Я училась еще в школе, когда меня украл мой бывший муж. Тогда мы провели только обрядники без регистрации. У меня была очень хорошая свекровь. Она меня постоянно поддерживала. После ее смерти моя жизнь превратилась в ад. Затем мы разошлись с мужем. Сейчас у меня только одна цель – поставить на ноги свою дочь. И ни за что не буду выдавать ее замуж рано. Рассказывает Бермет. В незарегистрированном браке в выгодном положении остается только мужчина, говорят правозащитники. Так как женщина без регистрации после развода не может потребовать своей доли на нажитое имущество и рискует остаться не только ни с чем, но и без детей. Так как установление отсутствия в судебном порядке, взыскание алиментов на содержание детей, проблемы с получением документов, лишение материнского права, остаются основными проблемами, с которыми сталкиваются женщины, живущие в незарегистрированном браке. Муж ушел к другой женщине, а вот она осталась с детками теперь на улице. То есть имущественные их права не защищенными остаются. И в то же время остаются такие проблемы из-за незарегистрированности брака, имеются такие проблемы, как алиментные обязательства. То есть из-за того, что брак не зарегистрирован, не только вот эти женщины страдают, но и страдают дети, которые рождены от этого брака. Отметила сотрудник аппарата омбудсмена Махабад Турдумаматова. В аппарат омбудсмена только в прошлом году обратилось 120 женщин за помощью. Однако сотрудники могут предоставить только консультацию, так как их брак не зарегистрирован и не подпадает под законодательство. Необходимо, мне кажется, даже наоборот усилить вот этот закон и написать о том, что при наличии гражданской регистрации. Потому что с нами разные истории бывают, и рассказывать их очень долго. Вот, к примеру, как раз только религиозным убеждением, мужчины и женщины, только совершив обрядники, в раннем возрасте уехали в Россию. У нас очень большая трудовая миграция. Там работали, заработали денег, пришли сюда, купили имущество. Естественно, она же и не думала, что впоследствии она будет разводиться с мужем. И все имущества записывались на мужчину. Рассказывает Махабад. Сегодня народные избранники предлагают ужесточить ответственность за обрядники без ЗАГСа. Инициируются поправки в Уголовный кодекс, согласно которым в случае с заключением брака однике без соответствующего штампа в паспортах священнослужители могут получить срок до трех лет. Однако данный законопроект претерпел изменения. Мы работаем на окончательную редакцию проекта. И суть, которая заключалась в том, что нести ответственность от ныне, ну, а уже окончательную редакцию, будут только те, которые участвуют в религиозном обряде несовершеннолетних девушек, то есть которые не достигли своего врачного возраста. В ракушительстве согласились как предстоит духоменство, как предстоит духоменство международных и правительственных организаций. Мы и сами инициаторы законопроекта, так сказать, такое бы общее знамение выявилось. А раньше, вот как я и говорил, предлагалось ввести уголовную ответственность только ну, еще на служители, и притом не только, как говорится, не совершали ли те, которые они в правильнике, а для дать ребенка, но и, например, тех, кто уже, ну, более, так сказать, женного возраста, уже брачного возраста, прости. По последнему предлагается не только увеличить круг субъектов, как говорится, ответственность за это дело. То есть и родители жениха, лица их заменяющие, родители жениха и креста, лицо, участвовавшее в освящении брака проливиозного обряда с несовершеннолетними, с нарушением законодательства о брачном возрасте, накажутся решением свободы на срок от трех до пяти лет. Пояснил советник и инициатор законопроекта Аиды Соляновой Саиджан Апышев. По статистике избегают регистрации и просто проводят обрядники, зачастую ранние браки. Как сообщают в Национальном статистическом комитете, ежегодно около 15% девочек выходят замуж до достижения 18-летнего возраста. Это означает, что каждый год замуж выходит около 7 тысяч подростков, а 1% из этого числа и вовсе не достигнув 15 лет. Зачастую это происходит в сельской местности, среди бедных слоев населения. Менее 1% до 18 лет зарегистрируют свои браки. Как показывают данные по переписи населения, которая прошла у нас в 2009 году, что 4% мужчин и 4% женщин говорят о том, что они состоят в незарегистрированном браке. Это говорит о том, что у нас есть часть браков, которые не зарегистрированы. Лично мое мнение, что с принятием этого закона улучшится регистрация как браков, так и разводов. Говорит начальник управления социально-демографической статистики рынка труда Рима Ченубаева. Нецелесообразность инициативы привлекать священнослужителей к уголовной ответственности отмечает заместитель Верховного Муфтия Закир Ракиев. При этом он перечисляет возможные последствия случаи принятия данного законопроекта. Нельзя забывать, что 90% населения в стране составляют мусульмане. В исламе имеются свои правила. Необходимо учитывать, что запретом можно подтолкнуть людей жить без нике. Так тоже нельзя. И я считаю неправильным привлекать к уголовной ответственности священнослужителей. Они выполняют свои права по законам ислама. Думаю, будет лучше проводить разъяснительную работу. Говорит заместитель Верховного Муфтия Замир Ракиев. В то же время отдельные эксперты называют данный законопроект дублирующим уже существующие законы, направленные на защиту прав несовершеннолетних. И молодежный активист Надира Масюмова не видит необходимости принятия данного законопроекта. Но тогда тоже рождается вопрос, а что изменится? То есть, если когда, как происходит обрядник? Священнослужитель спрашивает и у девушки, и у мужчины, согласны ли вы там пожениться, осознаете вы ли все? И она говорит да. Если она не говорит да, то этот не считается обряд действительным. То есть, если девушку принуждают сказать да у священнослужителя, то что помешает ей сказать да, это в ЗАГСе. Говорит молодежный активист Надира Масюмова. Здесь будет дублируем, но уточняется здесь. Мы должны не забывать, что в конструкции написано, в первой статье есть светское государство. Седьмая статья указывает, государство обернуло от религии. Вот это мы никогда не должны забывать. Поэтому, ваша тема, необходимо ли признать обрядника официальной регистрации? Мы считаем, нет. Потому что в законе, вот то, что я прочитал, наряду к государственной регистрации, пока ЗАГС не пройдет, никто, не могло, никто не может там, некое совершать. Если совершает, вот мы сейчас в последнее время свидетель в свадьбах, участвуем, да, свадная идет, идет ЗАГС, представитель ЗАГСа регистрирует, и вот он там же, Никея. Вот этот Никея, который он, хоть он незаконный, потому что гражданские нормы присмотрены. Никея, никто, спор, вопросов судебным органам не будет рассматривать этот вопрос. Никто. В то же время представители Духовного управления мусульман считают, что сведением таких поправок дискриминируются права тех, кто выбирает жить под нормам шариата. Одна семья имеет Нике, а другая семья не имеет Никея. У государства есть всего лишь один язык, язык закона. Если смотреть с точки зрения закона на эти две семьи, какая разница между двумя этими семьями для государства? Я бы сказал, никакой. То есть обе семьи для государства являются гражданским браком. Тогда получается, ну, можно заключение, да, то государство, получается, прямым ходом направляется в Никея с негативной целью, то есть запретить Никея. Говорит представитель Духовного управления мусульман Даниар Мурадилов. Выступает с резкой критикой против обряда Никея без регистрации в любом возрасте руководитель кризисного центра Сейзимби Бессарары-Сколова. Правозащитница предложила вернуться к первому варианту законопроекта. Не надо юлить, не надо, знаете, там что-то говорить, там дети несовершеннолетние. Этот закон был запрет на полигамию. Хотя закон существует, 153 статья, не говорят, ни одного этого уголовного дела не было. Ну, сейчас времени мало. Почему уголовного дела не было, да? У нас 43% к нам, которые обратились в 15-м году, да, вот, которые через Никея были. Если уберут вот эту первую статью, вот, ну, первую часть, значит, мы поднимаем руки, пожалуйста, женитесь. Третья, вторая жена, третья, четвертая жена, до четырех, говорят. Кто женится? Кто страдает? Никто не застрахован, конечно. Отметила правозащитница. Решить вопрос раннего брака и ущемления прав женщин нельзя одними поправками в закон, считает народная избранница Челпон Султамбекова. Говорит, что закон должен пройти широкое обсуждение. При этом должна сохраняться тонкая грань между защитой прав и религией. Надо ввести тогда другой законопроект, который внесли, вот, например, сейчас, недавно в Узбекистане Каримов подписал, что только после 20 лет девушка имеет право выходить замуж, и государственные органы, и мечети будут регистрировать после только 20 лет. Тогда, да, это уже такая норма, когда уже все знают, что пока до 20, что девушка не может выйти замуж там. Отмечает депутат Челпон Султамбекова. Правозащитники возлагают надежду, что если закон вступит в силу, это будет шаг вперед в искоренении негативных явлений, как брак по принуждению, умыкание невест. Ведь на практике нередко именно священнослужители становятся сообщниками правонарушения. Главное, чтобы закон работал не на бумаге, как обычно бывает, а на деле. Но чтобы закон работал, этому должны способствовать и в первую очередь сами родители, которые женят или выдают замуж. И мы сами. Айтун Охмурдинова специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.